Демидовский университет стал главным в регионе. Миноборнауки определил 22 вуза, которые станут опорными в своих областях. Ярославский государственный университет попал в первую группу списка. Что это дает и самому вузу, и Ярославскому региону в целом. В деталях расскажу прямо сейчас. Ну вот давайте начнем с самого понятия опорный вуз. Итак, это крупный, сильный университет и ведущий образовательный центр в регионе. По требованиям Миноборнауки, альма-матер должна соответствовать вот этим критериям. Общая численность студентов не менее 10 тысяч человек, доходы не менее 2 миллиардов рублей в год. И призван опорный вуз сдерживать отток интеллектуального потенциала в Москву и Петербург. Ну а кроме этого опорный университет решает задачи региональной экономики и обеспечивает свой регион высококвалифицированными кадрами в разных отраслях. Дабы получить статус опорного вуза, Демидовскому университету нужно было выдержать конкурс. На него в том числе выдвигали и стратегические проекты. У ЯРГУ их было 9. Сейчас посмотрим лишь на некоторые из них. Итак, развитие центра городских территорий. Вот оно здесь. В планах у Демидовского далее тесное взаимодействие с крупнейшими предприятиями региона, а также взаимодействие с оборонно-промышленным комплексом, а еще повышение уровня математической культуры в регионе информатики. Здесь ЯРГУ уже сотрудничает с Российской академией наук. И самое главное, объединение ярославских вузов в одну организацию пока не грядет. Жестко этот вопрос вне сегодняшнем не стоит, но вот сотрудничество с другими университетами новый статус Демидовского предполагает. Но сейчас давайте послушаем, что ректор ЯРГУ Александр Русаков говорит о таком новом статусе вуза. Путь, который прошло все ярославское образование, вот увенчался таким общим успехом. Я искренне признателен в первую очередь исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова за поддержку, которая была и в процессе создания программы, и на этапе конкурсного отбора. Мы получили письмо поддержки, что является обязательным элементом конкурсной заявки. Ну и, пожалуй, самый насущный вопрос. Вопрос финансовый. Примерно на одну шестую вырастет финансирование вуза. Вот так заявил Александр Русаков. Это даст возможность воплотить в жизнь все задуманные проекты. А вот глава Миноборнауки Ольга Васильева уточнила. По 100 миллионов рублей с федерального бюджета получат новые опорные университеты в России. Кроме того, финансовая поддержка будет и со стороны бюджета регионального. Но вот тем временем в пресс-службе министерства отметили, финансовая поддержка будет напрямую зависеть от выполнения университетом утвержденной программы развития. Этот процесс специалисты будут отслеживать ежегодно. Продолжение следует...